что вы спрашиваете я не слышу пенсионер подарки это за голосование или как да нет не за голосование вот там вот там не нет пойдемте вам покажу а за что подарки ну как ветеранам как инвалидом понятно но это вот здесь я вам покажу а вам как кто-то сказал да да позвонили и сказали как мы получили а кто позвонил а знакомый да вот вот по тени по синей вывеской он написано волонтерский центр вот туда до 2 то вот по лестнице да да туда туда пожалуйста успех вам нужна помощь и вам здравствуйте извините пожалуйста меня тимур зовут я много людей опрашиваю вы сюда за помощью пришли или нет ну не пришли проголосовать за фаломкина проголосовать откуда вы узнали что здесь голосовать нужно вас приглашали или кто-то сказал позвонили ли нам позвонили выходите проголосовать за фаломкина а куда надо идти а вот мы сами а вот вроде вот вы может быть в этом фонде а кто позвонил вы знаете дочь позвонила понятно она получила подростную помощь дочка не а пожилые люди по предложению дочери идут голосовать за фоломкина волонтерский центр так это волонтерский центр и к нему пришел александр здравствуйте александр вы зачем пришли сегодня сюда я пришел узнать код на госуслуги где вчера их вчера не выдали не выдали где вы да что выдали выдали тех помощь продукцию продукты выдали продукты выдали брали у вас паспортные данные да да взяли паспортные данные и снил зачем что получить помощь продуктов так там через госуслуги что-то делал да через госуслуги это все пойдемте вы там спросите если что хотите здравствуйте я раз вон вчера в госуслуги регистрировался а код мне дали в госуслуги чтобы я заходил здравствуйте меня зовут ханов тимур я блогер вот саша меня пригласил заснять эту историю что у него что к нему вчера как он объяснил мне в год на госуслуги у него взяли документы для регистрации а пароль ему не сказали вы можете себе на что вы сейчас на лицу боги на трубой не указать и давайте давайте не надо трогать меня руками и частная территория сюда нельзя заходить я пообщаюсь человеком здесь частная территория это публичная территория это частная территория назовите пожалуйста сейчас на территории кого принадлежит мы не обязаны перед вами отчитываться а я тогда не выгодно 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 вы честно вы будете трогать меня руками вызову полицию вы зашли вы зашли на нашу территорию вы блогер вы частное лицо вы не имеете никаких полномочий покиньте позже вы не имеете возможности мне сопротивляться потому что я произвожу съемку в уличном месте меня зовут ханов тимур а вас как зовут вы тут при чем давайте я силой там еще разговаривать я вам не мешаю можно помахать камеру можно помахать камеру я могу знать где нахожусь потому что я не знаю здравствуйте вы здесь работаете или вы пришли пришла с какой целью могу знать с какой все приходят с такой я а с какой сей приходит не знаю понятно вопрос какой где пароль я его не выдал вчера скажите вашу камеру тимофеев вы вчера к нам приходили и хотели зарегистрироваться на доступ или вы зарегистрировали хотели у меня пароль я не задействовала где пароль пришла с этим вот пришел Скажите, у кого вы были вчера? Кто с вами обещал? Молодой человек. Вот такая вот. Слышная. Можно ваше? Посмотрите. Вот это закладный, а это мангет. То есть это закладный, а это не белки. А вот это, вы знаете, вот на компьютере это вот это. Вот такая вот. Ну, пойдемте, пойдемте. Я вот так вот еще буду. Сейчас я иду. Завтра я иду. Извините, пожалуйста, можно вас спросить? Можно вас спросить, не оттяните руку? Нет, нет, нет. Вы приходили за пусковой помощью? Нет, мне приходилось по делам. А можно знать, по каким делам вы приходили? По личному. Спасибо. Почему я должна перед вами отчитываться? Вы не должны отчитываться, я просто любопытный человек, любознателен. Извините, пожалуйста, можно вас расспросить? Нет, все-таки скромнее. Наверное, придется спрашивать Владислава Плотникова, кто это интересный. Александр, вчера спрашивали документы? Да. Заносили в компьютер, да? Да, заносили в компьютер. А потом выдали продукты, правильно я понимаю? Про голосование что-то было, разговор? Не было. А зачем документы спрашивали, не объяснили? Ясно. К сожалению, я не могу найти, обнаружить вас в пыльках. Даже не могу ничего прокомментировать. У меня, ваша фамилия даже не чистая. Значит, ну, вчера я получил масло, тушенку, чай и понять. Возможно. Значит, со слов волонтера, который вчера работал за этим столом, вчера проверили, что у вас есть регистрационная запись на госуслугах, и все. И никаких регистрационных действий с вами не происходит. Вы пришли, у вас проверили, взяли документы, проверили, что у вас есть. Сирокопию, сирокопию, паспорт, а не снимали, снился, без сирокопию. Ну, может быть. Потом проверили, когда по номеру снился, оказалось, что у вас есть уже учетная запись на сайте госуслуги, и никаких регистрационных действий с вами не производилось. Могу ли узнать, почему здесь у людей берут персональные данные? Зачем? Мы оказываем помощь населению по регистрации на сайте госуслуги. Для того, чтобы люди могли проверять налоги, платить ЖКХ, записываться в поликлинику, принимать участие в выборах, и так далее, и тому подобное. Как обеспечивается безопасность и сохранность, например, доступа к персональным данным через госуслуги? Вот вы получаете чужой пароль. Как потом можно быть уверенным, что вы не воспользуетесь этим паролем? Или другой злоумышленник не воспользуетесь этим паролем? Мы не получаем чужой пароль. Люди получают смс, и вам эту смс называют. Значит, вы получаете в своем компьютере доступ к этому аккаунту на госуслугах. Правильно я понимаю? Вы сейчас путаете. Нам пароль никто не дает. Люди получают код подтверждения номера телефона. Всего лишь навсего. А не пароль. Это код подтверждения номера телефона. Это правда, что продовольственную помощь можно получить только после помощи по регистрации на госуслугах? Нет, неправда. Могу я сейчас получить продовольственную помощь? Вы сейчас хотите получить продовольственную помощь? Ну, если я хочу получить... Давайте проверим вашу регистрационную запись. Зачем? Я просто хочу получить помощь. Зачем вы моя регистрационная запись? А у нас нет никакой помощи. У нас есть подарки от частного фонда. Подарки просто тем, кто зарегистрируется? Не только тем, кто зарегистрируется. У кого мы проверяем регистрационную запись? Кому мы можем помочь чем-то дополнить регистрационную запись? Каким образом вы проверяете регистрационную запись? Вы делаете вход в аккаунт? Человек сам делает вход в аккаунт, который приходит к нам Самостоятельно даете доступ к компьютеру, чтобы человек зашел? Да Ввел свой пароль И вы вам этот пароль неизвестен? Нам этот пароль неизвестен А зачем вы им помогаете? Они же не просят или просят? Как не просят? Кто не просит, кому не нужно, тот к нам и не приходит Ну вот я хочу получить подарок, подарок продовольствия, могу получить? Вы хотите зарегистрироваться или проверить свою регистрационную запись? Мне сказать, здесь можно получить продовольственную помощь, я за ней пришел У нас нету никакой продовольственной помощи, мы оказываем помощь в регистрации на сайте госуслуги У нас есть подарки от частного фонда, да, желающим зарегистрироваться Вы можете назвать частный фонд? Как он называется? У нас есть вывеска Ну вы разве не помните? Почему? Я знаю Позовите, пожалуйста Вот портрет я вижу К этому человеку имеет фонд отношения? Фонд называется Достоинство Фонд развития социальных инициатив Достоинства Спасибо вам за откровенность, я могу узнать, как вас зовут? Владислав Плотников, президент фонда Я могу узнать, как... Меня зовут Игорь А фамилия? Глуходет Большое спасибо, Игорь, вы мне все пояснили Всего доброго Это Тимур Ханов, блогер Я зашел в фонд, где людям помогают регистрироваться на госуслугах И за это выдают продовольственную помощь, подарок, как они сказали Везде вот портреты Но никакого голосования здесь не произвели, ты правильно понимаю? Голосование? Ну, прайморис или еще что-нибудь Нет, ну, значит, никаких жуликов здесь нет Никаких жуликов здесь нет Как вы думаете? Продолжаю историю про волонтерский центр В котором, вроде бы, оказывают продовольственную помощь А, может быть, получают персональные данные от людей Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Людмила Дмитриевна Березкина Людмила Дмитриевна, вы вчера здесь были, да? Да И что происходило? Знакомая мне сказала, что здесь какой-то волонтерский центр Раздает продуктовую помощь Я пришла, женщина в очереди мне сказала, что у вас есть телефон, паспорт и СНИЛС У меня был в то время только телефон и паспорт, я пошла за СНИЛСом сходила Значит, потом зашла, села парню за стол Он у меня взял СНИЛС, паспортные данные Значит, пытался восстановить мне учетную запись Когда у него это не получилось, он сказал, извините, здесь происходит голосование Поэтому вам в продуктовом наборе будет отказано А как вы поняли, что он хочет восстановить вашу учетную запись? А он какие-то манипуляции делал в компьютере Может, к вам на телефон что-то приходило? А у меня приходили СНИЛС А что, покажите, пожалуйста, есть СНИЛС? Да Что там написано на этих СНС-ках? Можем я вам покажу? Да Ваш код на кода на сайт Госуслуги Подождите Подождите Никому не сообщайте код восстановления доступа к учетной записи А вы сообщили, да? Я сообщила, да А иначе как бы они? Что там еще написано? Так Еще раз покажите первую или последнюю Не волнуйтесь Никому не сообщайте код восстановления доступа к учетной записи Да, я сообщила И ваш код для входа на сайт А какой там сам? Инфо.ер От инфо.ер Да А, понятно То есть, если я чего-то понимаю в работе системы доступа через госуслуги Сайт инфо.ер На котором, возможно, бывает, есть голосование на прамерис Запросил у Людмилы Людмилы Дмитриевны Доступ через систему госуслуг И это происходило, как она, по ее словам При помощи сотрудников вот этого волонтерского центра Но вы получили свою продовольственную помощь? Нет Они мне отказали Если сказали, не получается с учетной записи Значит, вам не положено продуктовый набор Понятно Вот А я как раз показала Значит, это справедливо или как? Нет, это вообще несправедливо Более того, значит Владислав Плотников За которого предлагали, значит, голосовать Что, прям словами предлагали за него голосовать или что? Да Что нет голосования, нет продуктового набора И говорили, что голосовать за Плотникова или просто голосование? Как говорили конкретно? Вы помните? Может, пойдем спросим? Ну, пойдемте спросим А другие люди получали продовольственную помощь? Да, все получили, кроме меня А люди понимают, что это голосование? Или что там у них только сонные данные были? Мне трудно судить Акцент делается на продуктовом набор Понятно Здравствуйте, меня Тимур зовут Я тут произвожу съемку для своего блога Скажите, могу я узнать, зачем вы сюда пришли? Вы просто блогер? Да, я просто блогер Я пришла за помощью Здесь помощь оказывалась? Да А вы знаете, что здесь нужно? Что здесь спрашивают? Паспорт и еще какие-то документы? Да То есть вас в абсолютно деле, да? Да А о каком-нибудь голосовании вас предупреждали? Нет Спасибо Вы хотели что-то здесь узнать? Пойдемте или как? Ну, пойдемте Вы журналисты? У вас есть удостоверение журналиста? Нет, у меня же было удостоверение журналистов Вы отвлекаете и мешаете работать, понимаете? Не надо меня трогать руками Вы мешаете, вы мешаете работать Вы мешаете, выходите, уже не первый раз заходите Я вызову полицию Я вызову полицию, не надо ко мне силу прикладывать Вызывайте, пожалуйста, полицию Вы мешаете нам работать Вы уже не первый раз заходите и отвлекаете всех Я молчу Понимаете? Пожалуйста, давайте Вы не правы Не надо меня толкать Возможно, я не прав Выйдите, пожалуйста Выйдите, пожалуйста Вы мешаете работать, понимаете? Отвлекаете Я постой тихонечко, никого не трогаю. Я же никому не мешаю. У меня ребенок не совершенно летний на руках. Я пришла за помощью У нас не имеет материальную помощь У нас нет материальной помощи Вы помогаете на госуслугах А почему её к нам пришли за продуктовым набором? Почему вы не пришли в другое место за продуктовым набором? Потому что все к вам идут за продуктовым набором. Вот сейчас там люди сидят, они приходят за продуктовым набором, а не для того, чтобы вы им помогли восстановить учетные записи. Тимур, вот спросите. Я спросил. А, все, они пришли за продуктами все, а вы говорите, не помогаете. Почему вы мне не помогаете, а им сейчас... Мы сказали, что мы им не помогаем? Нет, ну как так-то вчера вышло вообще, вы всем дали, кроме меня? Это что за наглость вообще, за такая? Вот я и хочу, я Флотникову выскажу. Где находится юридический адрес этого фонда? Кутателадзе 4 дробь 4. Что я с ним сама лично поговорю. Кутателадзе 4 дробь 4. Вы видели статью в Болгранге, да? Да, да, да. Вот, достоинство. Вот, достоинство. Он очень хорошо слова говорит, номеры. Да. Поможем там, да, двойные стандарты у человека. Куда он еще прет куда-то, власть какую-то. Зачем нам такой депутат нужен вообще? Как вы считаете? Я не знаю, вы сейчас выдергиваете что-то из контекста или еще что-то делаете? Я ничего не выдергиваю. Я ему сейчас лично напишу, я вот уже стала ему писать. Я же говорю, напишите. Вот, письмо. Напишите, пожалуйста. А не только оно будет отправлено. Вы скажите, надо же мне диалог не повезти. Хотя бы снимали. Ну как, люди задают вопросы. Вы снимали, но хотя бы снимали. Нет, человек пришел, продает вопросы. Вот, все. Поэтому я ему и задам вопрос лично на Котортеладзе. Почему вы мне отказали в продуктовом наборе? Одной. А все остальные получили. Что за основание было? Вы же видели, вчера я вышла, как от Леона, а остальные все получили. На каком основании? Что это за избирательная такая у вас компания? Одни получают наборы, другие нет. Ну это частный фонс. Ну что, что частный фонс? Ну а что? Вы не хотели мне вчера подарить его, да? Какие основания? Какие вчера основания отказа, что я не получила продуктовый набор? Какие? Я сейчас не в курсе подробностей и вчерашней ситуации. Ну разберитесь со вчерашней ситуацией. Разберемся. То есть вам снова сегодня отказали, пожалуйста? Да, сегодня отказали снова. Что говоришь? А что тут людям дают? Какие продукты? Вы знаете? Я не знаю, какие-то продукты мне трудно. Пакет закрытый. Понятно. Что там дают? Трудно судить. Ну вот сейчас, если кто-то выйдет, можете посмотреть, если разрешат заглянуть в сумку. Но сегодня вам отказали, да? Да. Сегодня отказали. Сказали, разберемся. Почему мне не выберут? Итак, я второй раз уже в этом фонде. Второй раз мне пытаются оказать физического... Физически меня пытают вытолкнуть некий сотрудник фонда, которого зовут Игорь. Не знаю почему. Что-то им, наверное... Не думаю, что им есть что скрывать. Здесь просто у людей берут паспорта, другие документы. И регистрируют их. Что-то в компьютер заносят. Отдают потом логин и пароль. А затем приходят смс-ки о том, что с сайта Единой России. Странное совпадение. Я не думаю, что здесь жулики. Но хотелось бы уточнить у партии Единая Россия, а может быть и в полиции, что здесь происходит. Я могу вас спросить, вы хотели проголосовать за Фоломкина. Проголосовали? Да. Я нет. Не стали? А вы проголосовали, да? А подарок получили, так я понял. Да. А что за подарок? Вкусное масло, макароны, чай. Ну, пенсионерам помощь, ведь это неплохо. Ай, на... А Фоломкин кто, вы знаете, кто он? Да. Это помощь. Могу я спросить, сколько вам лет? 71. Пенсия у вас большая? А вот. Вот про пенсию-то это да, блядь. С этой пенсией одно только название пенсии. Спасибо, успехов вам. Будьте здоровы, не болейте. Спасибо. А маски вам потом не давали? Нет. Ну, мне твои. Это вот фонд, волонтерский центр. Достоинства, путь сердца. Председатель фонда Владислав Плотников. Голосует здесь также за депутата или кандидата Фоломкина. И после голосования людям помогают. То, что помогают, хорошо. А то, что для этого... Каким образом это делается, у меня вызывает сомнение, что это самый благородный способ. Спасибо.